всем привет друзья приветствую всех на своем канале и сегодня у нас обзор покупок ребята я снимаю в веранде на веранде так как у меня все еще нет лампы специальной а в доме темно о мои котяшки тут они как тут жорик и степан по прибегали давно уже не показывала вам ничего ребята реально нету времени реально но думаю нужно показать чем я закупаюсь до обзор покупок продуктов сегодня вчера были в центре города по своим делам там по разным но и мимо нельзя пройти но еще и закупили тут магазине кое-что такое тяжело чтоб не таскаться типа сахара муки не с города нет не с центра а здесь так ребята начнем что мы купили сразу скажу что покупки вот эти на 8 400 но тут я не показывал полуфабрикаты полуфабрикаты у меня уходит там пакет хинкалий четыре бедрышка а еще блок сигарет как бы ну зачем сюда выставлять но вот это все удовольствие 8 400 с тем что я сказала и 8 килограммов сахара вот килограмм стоит и все 8 не стала вытягивать так как мы уже сделали вино завтра будем переливать его потому что там свой процесс работы с этим вином и завтра же будем добавлять сахар сахар сразу вино не добавляют никогда а уже в процессе как отсыживание переливание старых пару ну так можно сказать о это что такое так ребята я вот как раз вас тут ожидала чтобы выросли умываться не могут ну и так начнем ребята умка это ты это умка ну и никуда без них никуда им зато за гостинцы купили ребята начнем с этой стороны так две бутылочки подсолнечного масла вот такое южный полюс и вот такое макаронное изделие я предпочитаю макаронное изделие в основном макфа ребята это не реклама атаку ну просто мы это любим вот такие вот они как рожки вот они спиральки по семьдесят девять рублей пачка масло подсолнечное сто пятьдесят девять вот она и сто семьдесят вот она так сахар ребята сахар по 69 рублей вот он сахар я уже говорила что мы взяли его для вина добавлять вино делаем процессе вот такие макаронные изделия из твердых сортов пшеницы суповая вермишель 46 рублей так а вот эти тоже звездочки ребята ну че то я забыла по челмане ну тоже фирма макфа не так они дешево так простой пшеничная взяла бывает иногда делаю что-нибудь с ней с мясом особенно хорошо вот она по 25 рублей так кошачий корм тикеты просто хвост это больше трехсот рублей она стоит стоит и знаете что им взяла то что ну телятина ну не удивляйтесь что для щенков для собачек я когда-то брала пришла нету у нас думаю возьму попробую ага как и мои я ташу привет только дай взяла десять пакетов на них тратим очень нормально я бывает ребята снимаю да котов там на улице своих я снимать только лишь своих котов чужих нет зачем не чужие семня куча своих а мне что вы их снимаете лучше бы накормили их да они едят получше чем люди тратят на своих детей вообще-то некоторые я так смеюсь из этого вот ну думаю знаете какая то вышла там снимать чужих котиков хоть бы покормила и отвезла к ветеринару у меня все здоровые коты все питаются нормально с аппетитом все хорошо ребята так что спасибо за внимание что вы волнуетесь так за котиков но с ними все в порядке так взяла два пакетика вот такого вот супа горохового я люблю в пакетах взяла вот такую штучку это добавлять в чай сироп шиповника когда заболеешь и взяла вот такую штучку ребята в субботу моему мужу день рождения думаю возьму бутылочку медовой на коньяке очень хорошая фирма это у нас завод луганский луганова так взяла такой вот рулет рулет вытянул почти на 800 рублей здесь больше килограмма килограмм стоит 680 рублей две таких колбасы взяла одна называется шахтерская одна сейчас глянем а златка дума как же она называлась там вот златка это 261 рубль не знаю что это за колбаса шахтерской убрали неплохая сколько килограмм не знаю но тоже палка получается около 300 рублей так халвы взяла пачечку 70 рублей азовская халва ну ребята и как же я без шоколада батончики бабаевский не знаю в обычных магазинах сколько но я брала тому он считается оптовый но не оптовый но чуть-чуть там дешевле шоколад там чай всякие по 30 рублей батончик вот четыре штучки там же взяла мини рулетики вот они мини рулетики к чаю один со сгущенкой верхней нижней вишня вишню рекомендовал мне продавец хвалила сказала очень вкусное хорошее ну посмотрим посмотрим 68 рублей одна пачка молоко муж еще меня ругал говорит не могла мне тут сказать я в дома купил я вот этот пер в центре молоко ну вот мне захотелось покупала там да так ладно не буду посылать молоко вот такое вот володарская 56 рублей литр ну тут не литр 900 грамм я вижу ну мы же уже привыкли что все то 900 грамм то 450 грамм вместо пол литра так вот такой сыр дружба очень хорошо ребята к чаю мажется отлично как масло но он разный бывает в этот раз взяли такой мы 80 рублей так вот такую пачечку взяли это пачечка сто сто пятьдесят шесть рублей это я забыла сколько в ней тут вес 200 грамм и вот такой взяли каймак сыр больше ста что ли он взяла макмай классическую аджику аджика у меня есть и домашняя но мне нужна такая баночка ребята вот взяла реально из-за банки ну и сидим конечно чё нет а коты мои не дремлят и вернее дремлят типа притворились такие вот уже вообще так и здесь что это ребята спред я добавляю там выпечку и ойли даже бывает в картошку баночку икры как всегда себе взяла но у меня муж не если она ему даром не надо баночка икры 600 рублей так и взяла решила взять в этот раз консервы я их беру конечно не так часто ну как то и потому что я готовлю а уже зима как то хочется уже рыбного чего-то ну этих фирм я ни разу не брала не буду говорить что это у нас есть такой парус супермаркет это в парусе балтийские сардины в голландском маринаде шпроты и вот это вот селедка с овощами вот она сельдь с овощами написано там вот такая вот взяла круассанчиков еще упаковку круассаны 150 рублей пачку муки вот такие ребята десерты эти десерты 97 рублей там 6 штук их и но вкусная очень я тоже их беру не раз уже нормальная и вот знаете на что я посела она вот такой вот это крупа быстро разваривающая любая да ну там есть пять сортов я три только взяла некуда было брать вот цена пачек тут по пять пакетов ребята огромная получается с одного пакета порция вообще можно и не съесть за раз но в чем прикол прикол в том что это обычная крупа не то что там там ну как всякие анакомы там или еще как она называется роллтоны нет обычная крупа просто и обычная каша так же солите в воду так же добавляйте потом масло в нее но прикол в том что это в пакетиках кинул пакетик варится не нужно не мешать не следить за ней понимаете если вот ну реально бывает некогда время нет у меня вот сейчас нету время я занята по полной то орехи то 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 все я покажу вам свои орехи она собирала 28 ветер я задолбалась с ними честно говоря но вот это вот пробовала рис очень хороший эти еще ну как рис раньше уже брали пробовали а это впервые но у сына у меня пользуется такое это он меня научил бывает ему некогда с работы придет делать такое очень очень хорошая мне понравилось это крупа конечно дороже чуть-чуть получается чем на килограмм но смотреть на каких целей если время нет то это очень нормально так а ты мои все тут гляньте ну вот такой был обзор покупок на 8 400 спасибо за внимание спасибо что были со мной ребята всем всего хорошего и доброго всем ребята пока 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 пока